Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников. Знакомиться с описанием этих работ по книге Великие Музеи Мира. Антония Кареджи. Мадонна со Святым Франциском. 1514 год. Дерево-масло. 299 на 245. Кареджи. Настоящее имя Антонио Аллегри. Витальянский живописец эпохи Высокого Возрождения работал в Парме и Кареджио, за что и получил свое прозвище. Художник испытал влияние Андрея Монтенни, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Дока Доси. Мастер написал алтарный образ Мадонны с младенцем, со святыми почти одновременно сексинской Мадонны, Рафаэля. Композиционное сходство этих картин очевидно, как и то, что темой была картина Рафаэля, а вариацией работы Кареджио. Хотя официальное название этого произведения из представленных святых определяет только святого Франциска, здесь видны также святой Иоанн Креститель и две тезки на втором плане Екатерина Сиенская слева и Екатерина Александрийская. Они изображены со своими атрибутами. Святой Франциск демонстрирует стигматы. Святой Иоанн, ушедший согласно Луке в пустыню, представлен Страстниковым крестом. Екатерина Сиенская, новая во время Кареджи святая, изображена с цветком лилии, символом чистоты и книгой, символом ее литературных трудов. Святая Екатерина Александрийская, с лежащим под ногами колесом с шипами, орудием ее мученичества. Она держит меч, которым была обезглавлена, а пальмовый ветвь – символ мученической смерти. Ну, такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе Антония Кареджа «Мадонна со святым Франциском. 1514 год. Дерево масло». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.